Произведение накопилось столько прекрасного. Аплодисменты! Здесь видно, что человек любит людей, любит жизнь, всех нас уважает, преклоняется перед теми нами, влюбленными своими глазами, умелыми руками, талантливыми, создается из каждого, из каждой вещи, целое произведение, статуи, гимн, каждому событию, потому что кажется, что просит. А это монумент. На Сирии поставьте монумент, это будет чудо. Молодец! АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас наш председатель секции, Олег Дмитриев, засчитает поздравительный адрес, поскольку Николай Андреевич еще и юбилейки. Владимир Дмитриев, поздравленный Покрово-Убургского союза художников, в первой секции скульптуры, сельдей, управляет вас юбилеем, днем 85-летия, со дня рождения и открытием персональной привычной к этой дате выставки. В угломе, Юрий Андреевич, это торжественный день, так много хочется сказать вам добрых, теплых слов. Вы не только хороший художник, но и прекрасный человек. И все это проявляется через ваши работы, которые наполнены внутренним смыслом, добротой, теплом, любовью к людям и к искусству. Вы счастливый человек, который идет по жизни осознанного. В ранней юности избрав для себя хоть художника скульпта и стартинга. Вы через всю жизнь, через свои работы, через все отношения к людям несете добрый пример работоспособности, честности, скромности, праведливости, тепла. Я за то, что за это вам огромное спасибо от вас, от любящих вас людей. От всего сердца желаю вам доброго здоровья, долгих лет жизни, мира, радости, внутренней полноты, гармонии, бодрости, духа, активной работоспособности, на многие годы тепла, любви и понимания со стороны близких и окружающих вас людей, творческого вам долголетия, а также постоянного стремления к пребыванию в духе, в истинной любви к творческому сознанию. Поздравляем вас с выставкой, с 85-летиями. Желаю вам счастья и успехов. Спасибо. Поздравить. Спасибо. Михаил Андреевич, позвольте добавить несколько слов к этим замечательным, теплым, поздравительным словам, которые вы получили в ваша очередь. Я вас знаю очень давно. Еще мама моя, из Валюта Жила, и я был еще, ну, наверное, довольно маленький, когда пришел. Показал ты большой. Большой, но я был еще меньше. Вы тогда уже были сложившимся мастером, который показывал нам пример. И настоящая школа культуры, настоящая плотная, красивая, чистая форма, это школа и Матвеева, школа академии, школа старой русской культуры, начиная с 18-го и 19-го века. Она вся здесь спрессована в ваших работах и в вашем отношении к жизни. Это, казалось бы, скромная, небольшая выставка, но она очень емкая, знаете, как материал, которая имеет чрезвычайно сильные вещи, сильное воздействие на человека. Плотность. Это плотные материальные работы, воздействующие на зрителя, своим теплом, своим сердцем и всем своим существом. Очень жалко, что не хватает, видимо, нескольких фотографий, которые у вас наверняка есть, просто, видимо, не успеют привезти. Но ничего, живые работы, они показывают очень классно, классно. Поэтому огромное вам спасибо за то, что вы собрались. Потому что это было непросто, я это представляю себе. По своему отцу, который сейчас, к сожалению, болеет и не ходит даже, не скажу, пока. Но я понимаю, уже возраст такой. И вы молодец. Просто так держать, хочется сказать, держитесь и делайте еще больше. Пусть они будут небольшого размера, пусть они будут в глине, но они останутся. Понимаете? Потому что вот есть такая штука, понятие, как масштаб. Масштаб кулака. Делайте это в масштабе одного вашего кулака. Это недостаточно. Хороший размер. Ну, это, конечно, хороший размер. Но... Все. Спасибо. Не обижайтесь на нас. Скажите два слова. Вот сюда, в микробончик. Я очень фронт с таким словом отношением ко мне. Я даже не ожидал, что столько детей есть, для которых и я что-то значу, и которых я очень люблю. Может быть, кто-то хочет сказать еще? В лице ремансской гибротеки хотел бы зачитать сегодня поздравительный текст Александра Николаевича. Уважаемый Михаил Андреевич, поздравляем вас с юбилейным днем рождения. Почти два десятка лет вы являетесь другом и творческим помощником в краеведческой деятельности рыбацкой пиблиотеки. Вы участвуете в наших крупных мероприятиях. А для историка краеведческого зала, по сути музея истории рыбацкого, вы изготовили в ней всю скульптуру нашего известного земляка, поэта Федора Святушкина и экс-либрис вашей гиперации. Еще в 2003 году вы заслуженно стали одним из участников первого выпуска нашего краеведческого издания «Люди земли рыбацкой», посвященного выдающимся жителям нашего района. Накануне вашего юбилея, в декабре 2015 года, то есть совсем недавно, вам заслужено присвоено звание «Почетный житель рыбацкого». Спасибо вам за все и за ваш труд. Дорогой Михаил Андреевич, поздравляем вас с юбилеем. Коллектив рыбацкой библиотеки очень любит и уважает цель вас. Желаем, чтобы все хорошее сохранилось в вашем доме на долгие-долгие годы. Чтобы вы были здоровы, чтобы вас обрелали тепло в вашем жизни. Храни вас Бог с юбилеем, коллектива рыбацкой библиотеки. Творческого вам здоровья и чтобы физическое здоровье не оставало творчества. Спасибо. Так, а сейчас мы подготовили небольшой сюрприз. Вот из рыбацкого у нас, например, музыкальный дуэт. Татьяна Анатольевна Лопшина и Бариса Александровича Натюнян споют вам несколько песен. Две песенки споем. И хотим вас поздравить тоже от души в один из самых любимых наших рыбчан, если можно сказать. Топарник, что вы человек, прекрасный боятель и чудесный, главное, человек. Очень добрый, очень хороший. Ну, таких бы людей побольше. Мы сейчас споем две авторские песни. Да, подарок. Там еще моя книжка стихов, так как я по образованию будущее, по призыванию поэтесс. Итак, мы споем песню о быстро уходящем времени, но это не касается нашего героя Михаила Андреевича, потому что он на свою жизнь живет не напрасно. Горды, юности, фрукты сочные, но до зрелости черный хлеб. Время сыплют часы песочные, но не видящих словно след. За секундой летит секундочка, за часом цветает час. То ли ветер запела, то ли дудочка, то ли дьявола на влажный бас. Не понять, утекает в ревечка, бьется струйкой живой песок. Кто-то лузгает смело семечки, кто-то горесть натрет весок. Мне бы время не воз с тележкой, я бы прожил и в марче жизнь. Но живи тогда с тележкой, суждено нам о нем тужить. О растраченным даром времени, о прошедших бесследно днях. На свету или в тяжкой темне, время сыплет песок в часах. Годы юности, фрукты сочные, годы зрелости черный хлеб. Годы юности, фрукты сочные, годы зрелости черный хлеб. Нынче звезды не виденьки, в тучи спрячут. Годы юности, фрукты сочные, годы зрелости черный хлеб. Годы юности, фрукты сочные, годы зрелости черный хлеб. Годы юности, фрукты сочные, годы зрелости черный хлеб. Мол, темно, и спать пора, Соловья послушать рели. Мол, темно, и спать пора, Хорошо, что темен вечер, Хорошо, что мы вдвоем. Обними меня за плечи, Мы на край земли пойдем. Обними меня за плечи, Мы на край земли пойдем. Хорошо, что темен вечер, Хорошо, что мы вдвоем. Обними меня за плечи, Мы на край земли пойдем. Обними меня за плечи, Мы на край земли пойдем. Спасибо большое. Дорогие друзья, это, конечно, очень приятно, что у Михаила такая выставка. Я в тот раз еще говорила, 5 месяцев назад, тоже бывает беленье. А сейчас я очень хочу сказать, вот этот охотник, Он так смотрит, как будто бы в наше время, Из того, вот из того 60-х, 60-х, который сейчас нам пропели, Это целая эпоха. И музыка, и искусство, Ну, все эти искусства, я имею в виду изобразительного искусства, Это сегодня прозвучало очень сильно. Михаил очень яркая личность этих 60-х, Особенно это видно сейчас. Вот, посмотрите, это люди с того времени. Они смотрят, и вот этот охотник, он смотрит печально. Он смотрит, как будто бы, он предвидит, Что произойдет что-то, не то, что нужно. Вот, ну, ничего не поделаешь. Во всяком случае, очень радостно, Что у Михаила эти работы, Они все материальные, они остались. А ведь сколько художников ушло, У которых материал был гипс. А гипс, это временный материал. Особенно он находится, когда в мастерской. Подвинется, что-то ударится, Где-то что-то грохлится, И, в конце концов, он высыпается. А вот эти работы, это, конечно, веха. Я просто счастлива, Что Михаил смог сделать эту выставку. Он в тот раз попробовал, А эта выставка на улице лучше. Я их поздравляю. Я думаю, вы все присоединитесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Мои коллега во всех отношениях. Мне и его работы нравились, И ему мои работы нравились. В общем, это наше прошлое. Такое, лучезарное прошлое. Поэтому я буду сейчас вручать ему В память об этом конфетке. А вот это вот, Самое последнее. Мои работы. И как обычно, на своих, На всех своих подарках, На всех своих словах, Я сейчас говорю не здоровье, А говорю успехов. Потому что успешный человек Болейки, веселеньки, Нездоровеньки. Что, надеюсь, Миша, главное, будет долго. Ну, а мы будем тянуться за Мишу, Посмотреть, как он 90 лет Будет отмечать. А мы дальше такое. А вот он нас возьмет И покажет нам все это дело. Так что спасибо. Спасибо товарищам. Спасибо Мишам. И спасибо за ревенение. Да, еще, значит, Мне велело передать ему Знакомое, наверное, хорошее. Леночка Захарченко, Которая сейчас в Крыму, Там свои украинские дела заканчивают. А мне велело даже подарок передать. Вот не знаю, Угадала я, что считать подарком. Даже книжку можно считать. Леночке ему подарком, Потому что ее фамилия написана Больше и труднее, чем моя. Это шуточка такая. И когда она приедет, Я буду над ней долго издеваться. Ну, как же, Кишка-то моя получилась, Что я просто иллюстратор. Да, ну вот, пожалуй, При народе. Такая-сякая. Где-то похвалить Мишу, А я, наверное, Я возничаю. Спасибо за внимание и технику. АПЛОДИСМЕНТЫ Михаил Андреевич, Позвольте. Дорогие друзья, Михаил Андреевич, У вас сегодня замечательный день, События в жизни. Вы открываете свою Не первую персональную выставку. Я хочу сказать одну вещь. В ваших работах Очень много тепла, Сердечности, Понимания психологического состояния Героя, которого вы изображаете. А когда я увидел Этого юноша-солдата, Который смотрит в будущее, Размышляет о жизни, Что такое жизнь, Зачем и для чего. И вот это удивительное Внутреннее проникновение, Оно переходит, Даже вот вызывает какое-то волнение, И поэтические строки, И я слышу даже музыкальные ассоциации, Которые, мы знаем, Много песен и музыкальных произведений Написаны на тему войны. И тем более на тему юность и война. Юность и годы, проведенные на поле боя. Михаил Андреевич, Вы замечательный и психолог, и мастер, И умеете это тонко, И очень как-то проникновенно делает. Спасибо вам большое за это. И вас поздравляю с таким небольшим юбилеем. Я только сегодня узнал, А кажется, вы подросли за это время. Желаю вам и дальше продолжать двигаться, Подрастать, И радовать нас своим Горячим, теплым, Замечательным искусством. Спасибо вам большое. Я уже высказал, Я поблагодарю. Я еще раз благодарю всех, Кто пришел сюда. Спасибо большое. Выставка открыта. Да, да, да. Спасибо большое. Выставка открыта. Спасибо.